Всем привет, ребята! У нас утро, рассвет. Место, кто местные рыбаки, минские, наверное, вы уже узнали. Это Раубичи, дамба. Первая дамба, справа рыбозаградитель. Там мелкие глубины совсем, где проходят соревнования, улица набережная с той стороны. Мы с другой стороны сидим на дамбе, на русле. Будем, ну, как бы, промерились уже, будем бросать на русло. Такие пейзажи, конечно, классные. Вот. Приехал с сыном, как всегда. Привет! Да. Денис будет ловить чуть поближе, я чуть подальше. Вот, он будет на... Промерились примерно грузиками, у меня падает на счет 30, у Дениса на 34. Вот. Ну, я немножечко дальше и немного на выходе из русла буду ловить. Закормились. По пять кормушек я уже бросил. Денису только промерился. Будет тоже сейчас кормиться. Или уже... А, ты уже закормился, да? Вот. В наживочке опарыш-мотыль, в прикормке у нас будет вабик-орех, вабик-черная плотва и вабик-черный лещ. Ну, для затемнения. Ну, все равно прикормочка такая, черноты было мало при кормке с собой черной. Такая светленькая, серенькая получилась. Так, поводочки у нас будут 60 сантиметров, 0,1-е, 14-е крючки Owner. Ну, в принципе, вот и все. Так, вкратце рассказал все. Приехали, не знаю, первый раз на это место. Так, на карте тыкнули, туда и поехали. Да, ребята, уже на первой рыбке так и не получилось включиться. Клюет как с пулемета, что у меня, что у Дениса уже словили. Ой, опять. Потяжка. Я 4 штуки словил, Денис 3. И вот еще один. Я уже пятого. Только закидываю, и клюет мелкий подлещик, такой 100-150 грамм. Но клюет как с пулеметом. Вот. Сначала у меня ловились ерши. 3 ерша словил. Ну, как подошел подлещик, ерша, конечно, он с точки согнал. И начал клевать исключительно подлещик. Так, под плиты бляха заводят. Собака. По дистанции, что не сказал, промерились. И на дне ничего вообще интересного нет. Эх, даже без подсака достаю. Она немножко повыпендривается и успокоится. Ну, давай. Все, спокоен. По дну ничего интересного на дне нет. Что-то мягкий, ой, твердый ил. Ну, достаточно твердо, такой средненький. Вот. И кое-где встречаются такие мелкие водоросли. Ну, совсем мелкие. Просто вымерялись и на глубину. То есть, где глубже ставили. Где какие-то бровочки. То есть, ну, выход. Вот это вот места выхода. Наклонные. Нашли и там и стопорнулись. По дну ничего нет. Ни ракушки, ни песка, ни камушков. Просто ил. Хотя, вроде как, русло. Нормально. Клюет и хорошо. Проверим, какая здесь рыба водится. По кормушкам тоже не сказал. Ты ловишь на какую? На иво. На иво, да. Я ловлю. Прислали мне ребята с Максфида. Стелсы. Всю линейку. Ну, по весам. Весовую категорию. Классные кормушки уже, скажем так. Четвертая это рыбалка. Причем рыбалка достаточно темповая. Хорошие кормушки, классные. Вы знаете, вот даже как бы, ну, стелс. Как бы такая кормушка, она для дальних забросов. Ну, использую на, сколько, 34 оборота. Это примерно, ну, 30-30 метров. 32, там, 31. Использую их, потому что офигенные кормушки. Ложится на дно под 45 градусов. Это одно. Из-за этого отдает отличную прикормку. То есть, мотаешь при вымотке, прямо чувствуется, как, ну, на дне уже кормушка пустая. Как-то ее не забиваю, она освобождается. Так как она стоит под 45 градусов, то есть, с нее прикормка осыпается. Она, ее дно не держит эту прикормку. Офигенно. Вот это офигительный плюс. Подловили, ребята, уже, наверное, килограмма, ну, два, минимум, два с половиной. Клюет на точке. Мелкий подлещик, 100-150 грамм, как и в начале, пока ничего крупнее нету. У меня подходил и окунь, даже бычка высек одного. Клюет практически с каждого заброса. И можно считать в лед. Здесь водоросли. Вот я их тащу. Кормушкой выдрал. А? Ну, а здесь вот у меня, где плиты кончаются, трава растет. Вот такая вот. И он постоянно, кормушка, за них цепляется. Сейчас повыдираем. Вот такой подлещик мелкий клюет. Чуть больше бывает, чуть меньше, наверное, не бывает. Причем, заметил, лучше всекается не на три мотыля, а на два. Два вешаешь, чуть поменьше. Мини-объемная наживка. Причем, одинаково клюет сын на опарика, бывает, цепляет тоже. Примерно поклевки. Одинаковые. Что на опарика, что на мотыля. Вот, ребята. Насчет этих кормушечек получается груз стелс такой. С этой стороны миллилитры, 13. Вот, здесь вместимость. И вес кормушки 35 грамм. Потом сам груз припаян на толстую проволоку. Не из той, которой корзина сделана, проволочная корзина, а именно толстая проволока. Не гнется ничего, все идеально. Вот кормушкой отловил три рыбалки. В идеале, даже царапины нет. Сейчас перейду на 35-45 грамм. Здесь меньше прикорма вмещает в себя кормушка. Уже словили. Ну, камеру не включаем, как бы пока клюет мелочь. Еще, наверное, штук 8 еще словил. Клюет постоянно, почти с каждого заброса подлещик. Где-то даже бывает, ну, даже не бывает, вот последние забросы, штук 5, наверное, он уже начинает в толще воды. Примерно, именно подлещик клюет. И примерно в пол воды начинает клюать. То есть кормушка половину своей дистанции по глубине пролетает и начинаются поклевки. Кормушка падает, он уже добивает. Сверху опускается вниз. Ух, тягань. Тягает какая. Прошло, ребята, еще, наверное, часок. Ловится до сих пор мелкий подлещик. Ну, так, бывает, проскакивают такие по грамм 200, но их было немного. Так, словили уже много. По количеству, наверное, штук 40, наверное. Короче, приближаемся примерно к 5 килограммам. Хотя еще утро. Бровочку прошли. Мне так еще подсак и не понадобился ни разу. Пробовал побросать еще в разные места. Так как на русле стоит подлещик мелкий. Ну, так, прямо с русла вышел. Так, кормушка падает быстрее. Ну, не гораздо быстрее, но немного быстрее. То есть там помельче. Все равно клюет подлещик, видно. Мелкий подлещик. О, что это? О, окунь. Дратуйте. Плыви. Так, ребята, наверное, добьем мою корыцу. Тут уже немножко осталось. В принципе, с местом все понятно. И в конце рыбалочки, наверное, подведем кое-какие итоги. Все, ребята, последняя рыбка. Прикормка закончилась. Осталась пыль одна. Хорош. Сейчас по-быстрому сложимся. Достанем садок. Взяли с собой весы. Контрольное взвешивание сделаем. Переложим в голову от подсака. И все, отпустим. Во своей оси хай растет. Все, ребятки, достаем улов. Доставай. Открути сначала тычку по-бырому. Достаем улов. Сейчас по-быстренькому перевесим. Все перекинем в голову. Сделаем фоточки. И отпустим. Я думаю, они оклемаются. Немножко поплавают подлещики. В принципе. Оклемаются. Мы их и так в длинном садке держали. Я думаю, они хорошие. О, супер. Тяжело уже, саджи. Нифигово. Рыбки много. Давай. По-быстрому только. С первого, да, и пошел перегружать. Дальше, дальше. Этот отпускай, следующий. Не перегрузил с первого. О, все. Не перегрузил. Следующий. Чуть туда. Не-не-не, чуть туда. А ты иди дальше. Дальше. Ага. Давай. Что, с вами будет присяло? Ну, что, не полезно. Ну, вот, в принципе, такой улов. Ну, блин, килограмма, не знаю, 4 есть. Я думал, под пятерочку будет. Ну, сейчас весим. Здесь примерно голова грамм 500. Ребята, вот, ребята, столько рыбки. Класс. Так, сейчас по-быстрому взвесим. По нулям. По нулям. И держи их. Не-не-не-не, держи, держи, держи. Ага. Нормально, нормально. Не трогай. Не трогай. 5-4... Ну, ничего страшного. 5-430. Уже без него. Ну, как и предполагал. Под 6 килограмм. Отпускаем улов. Немножко пофоткались. Так старались их по минимуму мучить. Давайте, ребята. Нормально, все, все плывут. Давайте. Кто куда. Все. Все, ребятки. Не забываем подписываться на канал. Говорю в каждом видео. Обязательно. Всем пока. До новых встреч на новых водоемах.